МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В ГИМНАЗИях прошли общие собрания для родителей будущих учеников. Не менее 100 метров от образовательных учреждений прокуратура настоятельно рекомендует муниципалитетам ужесточить нормативные акты относительно торговли алкогольной продукцией. В области состоялись елочные аукционы. К новогодним праздникам будет заготовлено более 7,5 тысяч лесных красавиц. Накануне вечером во всех школах и гимназиях областного центра прошли родительские собрания. Они были посвящены зачислению в образовательные учреждения будущих первоклассников. Предполагается, что в 2017-м в Великом Новгороде за парты впервые сядут около 2,5 тысяч ребят. Тема этого репортажа для меня особенно интересна, ведь я мама будущей первоклассницы. А потому на это собрание я приехала не просто как журналист, но и как родитель. Да и вторую школу для съемок мы выбрали не случайно, ведь именно здесь, скорее всего, за парты сядет моя дочь. В музыкальном зале школы номер 2 собрались около 50 родителей. Примерно столько же детей в два первых класса здесь к сентябрю и планируют набрать. Обучение будет проходить по методическому комплексу «Гармония», рассказывает завуч начальной школы Ирина Левина. И сразу предупреждает, математика будет непростой. Но главный вопрос встречи все же другой. Как правильно подать заявление на зачисление? Сделать это можно двумя способами, через МФЦ или портал госуслуг. Родителям с помощью презентации подробно изложили весь алгоритм действия. Как зайти на сайт нашей школы? Как сайт нашего школы попасть на портал государственных услуг? То есть, что нужно сделать для заполнения черновика заявления? Какие документы нужны для поступления первоклассника? Ну и какую помощь может оказать школа? Проще всего подать заявление через портал госуслуг. Необходимо только заранее пройти процедуру регистрации и создать черновик. В этом деле родителям помогут сотрудники любого учебного заведения. А 1 февраля, когда откроется запись, нужно будет только зайти в личный кабинет на сайте и нажать кнопочку «Отправить». К слову, вчера подобные встречи прошли во всех образовательных учреждениях города. А родителей будущих учеников в строящейся школы-вывушках, ввиду объективных причин, собирали в центре диалог. В новом учебном заведении 1 сентября откроется как минимум 4 первых класса. Один из них, скорее всего, будет спортивным. Анонсирование такого информационного поля, оно проходит для того, чтобы помочь родителям ориентироваться. По какой программе обучать ребенка? На какие вопросы, например, в течение этого года обратить внимание? По состоянию здоровья, по психологической подготовке ребенка? Ответить на те вопросы по режимным моментам? То есть, какой режим работы будет у образовательного учреждения? Во сколько начинаются занятия? Во сколько забирать будут занятия? Много вопросов родители обсуждают, это очень приятно. А какое дополнительное образование? Информационная кампания идет полным ходом. Сегодня во всех школах и гимназиях города прошла горячая линия по вопросам поступления в первый класс. А с 10 декабря и каждую последующую субботу в учебных заведениях будут организованы консультации для родителей. 19 января вновь пройдут собрания. В том числе и в новой школе номер 36 в Ивушках. В общем, нас, родителей, никто не бросит. Эти два месяца нам будут активно помогать, чтобы ко дню ИКС, 1 февраля, мы были полностью готовы. И документально, и морально. Вероника Корпесонова, Сергей Корнев, Савва Ушаков. Новости. Новгородское областное телевидение. В Новгородской области проходит мониторинг состояния зданий, прилегающих к ним территорий дошкольных образовательных организаций. Сегодня рабочая группа проверяла детские сады в Новгородском районе. На сегодняшний день в Новгородской области дошкольное образование получает более 36 тысяч детей. Занимаются этим 247 организаций. Среди них 188 муниципальных детских садов. Инициатором создания мониторинговой рабочей группы выступил региональный департамент образования и молодежной политики. Связано это с тем, что возникла потребность оценить техническое состояние наших дошкольных образовательных организаций. Это не проверка, потому что мы не можем исполнять полномочия других органов. Это проверки проводит Роспотребнадзор, Госпошнадзор. Мы ведем, осуществляем мониторинг материально-технического состояния. За две недели работы проверки подверглись детские сады Моревского, Демянского, Акуловского и Боровического районов. Оценивались внешнее и внутреннее состояние зданий, коммуникации, прилегающая территория, система охраны и отсутствие жалоб на работу учреждения. Проверка как бы это всегда хорошо, то есть мы узнаем, что у нас может быть хорошо, может быть плохо. Но то, что нужны, не нужны, скорее всего нет. Создает просто стресс, стресс для всего детского сада. То есть мы как работали, так и работаем, но все равно люди переживают, даже дети, вы сами видели, что они боятся. Рабочая группа состоит из представителей Департамента образования, Общественного совета при нем, Муниципальных профильных комитетов, Аппарата Уполномоченного по правам ребенка и Депутатского корпуса. Планируется, что они осмотрят все дошкольные организации области. По итогам мониторинга будет составлен перечень рекомендаций и замечаний. Исполнение законодательства о запрете реализации алкоголя и табака несовершеннолетним. Эту тему обсудили участники второго открытого форума, организованного прокуратурой Новгородской области. К диалогу были приглашены представители власти, надзорных органов, общественники. Муниципалитетам настоятельно рекомендовано ужесточить нормативные акты в этой сфере. Продажа алкоголя и табака несовершеннолетним в нашей стране запрещена с 2001 года. По данным Всемирной организации здравоохранения в подростковом возрасте, в лечении к спиртному формируется в 8 раз быстрее, чем у взрослого. Это становится причиной психических расстройств, иных заболеваний, несчастных случаев. Кроме того, подростки, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сами совершают преступления. За последний год их количество увеличилось почти на 40%. Так, по данным осмотров врачей-психиатров-наркологов в школах области, хотя бы один раз алкоголь попробовали около 4 тысяч учеников. Согласно данным анонимного обследования, проведенного также в школах, порядка 10% детей систематически употребляют табак. Но, скорее всего, я думаю, мы можем с вами обоснованно предположить, что реальное число курильщиков в образовательных учреждениях гораздо больше. И это еще положительная динамика, отметил главный врач областного наркологического диспансера Владимир Стрельцов. По его словам, 4 года назад доля непьющих среди школьников была равна 20%, сегодня она составляет 40-50%. На выбор между пить или не пить влияет много факторов, в том числе окружающая среда. Если вокруг ребенка выпивают и курят, то велика вероятность, что он будет делать то же самое. Пластичность нервной системы молодежи, она предполагает, что они очень хорошо запоминают, фиксируют как творческие способы поведения, так и деструктивные. Запрет на продажу алкоголя и табачных изделий несовершеннолетним, ограничения на распитие и курение в общественных местах. Эти меры играют немалую роль в профилактике детского алкоголизма и табакокурения. Представители российского движения школьников уверены, нужно донести до ребят мысль, что занять свое время, расти и развиваться можно без помощи вредных привычек. Таким образом, вполне возможно, что сами дети примут непосредственное участие в работе по профилактике. Возможно, у наших школьников появится какое-то желание создать, может быть, отряд юных прокуроров, к примеру, или отряд юных волонтеров, которые будут именно узнавать эту проблему изнутри и помогать, возможно, искать действительно эти точки закупок. По закону, вблизи детских образовательных учреждений продавать алкоголь запрещено. Границы запретных участков определяют органы местного самоуправления. Причем жестких критериев нет. Например, спиртные напитки в Великом Новгороде законно продаются на расстоянии лишь 15 метров. В Боровичах больше 50, но даже этого мало считают в прокуратуре. Сотрудники ведомства неоднократно направляли в администрации рекомендации пересмотреть нормативы, но к ним пока не прислушались. Поэтому на форуме прокурор области Андрей Кикоть выступил с инициативой наконец-то уделить этому вопросу должное внимание и внести изменения в муниципальные нормативные акты. Ведь в приоритете должны быть интересы детей, а не коммерческих организаций. Кристина Масальцева, Олег Федоров. Новости Новгородское областное телевидение. Безопасность перевозок, участников соревнований, строительство новых спортивных объектов и развитие комплекса ГТО. Эти вопросы рассмотрели сегодня на коллегии регионального профильного департамента. Подробно об этом в наших вечерних выпусках, а перед началом коллегии в колонном зале областной филармонии состоялась торжественная церемония открытия выставки, посвященной спортивной символике и наградам. Такая выставка в Новгородской области проходит впервые. Впрочем, и в других регионах, схожих по масштабу презентации наград, призовой и сувенирной продукции было немного. Экспозицию составили различные кубки, медали, дипломы, грамоты. Их производит московская компания, которая является лидером на российском рынке. За награды, представленные на выставке, отечественные и зарубежные спортсмены борются на крупнейших турнирах. На столах сувениры с символикой Олимпиады, универсиады в Казани и других крупных первенств. Отдельный стенд посвящен ГТО, истории и современности комплекса. Сегодня мы посмотрели, какие виды, грандиозные кубки и награды сегодня выпускает наша страна, наша промышленность. Я искренне горжусь, что есть региональная символика на этих кубках. И хочу пожелать, дорогие друзья, что вот эти кубки были не только на выставке, на которой мы с вами ливуемся, но в наших архивах, чтобы наши новгородские имена звучали, при награждении олимпийскими медалями, изготовленными замечательной компанией, при награждении традиционными значками ГТО, истории которых сегодня можно наблюдать на стенде. И я считаю, что в Новгородской области для этого сегодня все есть. В рамках торжественного открытия выставки состоялось вручение премии «Спортивная слава региона» заслуженным спортсменам и тренерам области. В числе тех, кто награжден именными золотыми кубками, олимпийская чемпионка Нина Трофимова, руководитель школы боевых искусств Сергей Эрвиц, основатели новгородской школы спортивной акробатики Михаил и Наталья Федоровы и еще шесть знаменитых и успешных спортсменов и тренеров, внесших значительный вклад в развитие новгородского спорта. В Новгородской области состоялись аукционы на заключение договора в купле-продаже елок для новогодних праздников. Как сообщили в Комитете лесного хозяйства области, участие в них приняли как граждане-частники, так и организации. Всего на аукционы было выставлено 37 лотов, включающих более 7,5 тысяч лесных красавиц. Заготовка елей начнется в 17 районах области с 15 декабря и не нанесет ущерб лесному хозяйству, так как проводится на участках, подлежащих расчистке. Желающие приобрести живую елку смогут сделать это на специальных елочных базарах. Заготавливать хвойные деревья для собственных нужд без лицензии запрещено. За это предусмотрен штраф от 3 до 5 тысяч рублей. К этому часу все. Интересные информации вы можете поделиться по телефону нашей редакции 703003. Впереди реклама и прогноз погоды о развитии событий в наших вечерних выпусках. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин